Время новостей. В студии Анна Ниченко. Здравствуйте. В сегодняшний день решили выехать жители домов, разрушенных во время прошлого обстрела. Факты преступных действий незаконных вооруженных формирований непосредственно на линии соприкосновения увидела чрезвычайный и полномочный посол Республики Ирландия в Украине. Тереза Хилли посетила позиции украинских военных вблизи Широкина, а также ознакомилась с работой контрольного пункта въезда-выезда Гнутова. Тереза Хилли поддержала нашу страну на пути в Евросоюз и отметила, что Украина активно работает в этом направлении. Видео последствий вчерашнего штурма мигрантов на границе с Белоруссией опубликовали польские пограничники. На кадрах переход к кузнице Брузги. За минувшие сутки там зафиксировали 161 попытку нелегального пересечения границы с территории Белоруссии, в том числе две силовые. Как отметил министр обороны Польши Мариуш Блащек, хотя все внимание международного сообщества сосредоточено на контрольно-пропускных пунктах, небольшие группы мигрантов пытаются прорваться на территорию Евросоюза и на других участках. По его словам, сейчас на границе между Польшей и Белоруссией находится более 16 тысяч польских солдат. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация на польско-белорусской границе может длиться месяц и, надеюсь, не годы. Хочу вас заверить, что Польша в безопасности, польские службы, пограничники, полиция и польская армия следят за границей. Это смелые люди, которые прекрасно выполняют свои обязанности. Согласно старому латинскому выражению «хочешь мира, готовься к войне», «мы хотим мира, поэтому укрепляем безопасность нашей страны». Это лучший и единственный ответ. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью польскому радио. Ситуация на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией – классическое проявление гибридной агрессии режима Лукашенко. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жизеп Баррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Евросоюза в Брюсселе. Он также отметил, что ЕС должен найти на это ответ. То, что мы видим сегодня на границах с Белоруссией – это типичный пример использования гибридных тактик. Это очень хорошо показывает, что мы сталкиваемся с гибридной войной, у которой множество оттенков между черным и белым, между миром и войной. И где буквально все, даже люди, могут превращаться в оружие. Ситуация на украинско-белорусской границе под контролем. Пограничники работают в усиленном режиме. Об этом нашему телеканалу сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, усиление этого участка границы продолжается. И в случае появления больших групп пигрантов, силы пограничников, Нацгвардии и полиции будут реагировать оперативно. Кроме резервов увеличения плотности охраны границы из-за увеличенного количества пограничных нарядов, применяются также и беспилотные летательные аппараты для мониторинга границ и авиация пограничников. Наращиваются силы и с помощью кинелогических подразделений. Ситуация сейчас спокойная. К Михаилу Саакашвили не пускают его личного врача Николу Кипшидзе. Об этом написала уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова в Телеграм. Она встретилась с Кипшидзе в Грузии. Амудсмен отметила, что порой медик вынужден ждать по 5-7 часов у входа в тюрьму. Его пускают только, когда состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В то же время Кипшидзе рассказал, что экс-президент Грузии готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу на реабилитацию. По его словам, в тюремной больнице не могут обеспечить все необходимое по выводу Саакашвили из голодовки. Во время последнего посещения в анализах Михаила был обнаружен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Стабилизировать состояние его здоровья можно только медицинскими препаратами. Но из-за недопуска личного врача Михаил отказался их принимать. Уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова в Телеграм. Пожар в частном пансионате для пожилых людей в Днепре. Правоохранители задержали второго подозреваемого – санитарку заведения, сообщает областная полиция. Напомню, в результате короткого замыкания и возгорания электрических проводов накануне погибли пять женщин. Все они – пациентки центра. Ранее был задержан администратор. Сотрудников пансионата подозревают в нарушении правил пожарной безопасности. Кондиционер, который там работал, он был подключен через два удлинителя. В проводке, которая там, вероятно, в проводке случилась перегрузка, и удлинитель начал тлеть. Пластмасса, которая там была, начала капать на матрас. От этого и случилась эта трагедия. Почти 18700 новых случаев заболевания ковидом зафиксировано в Украине за минувшие сутки. От осложнений умерли 769 человек. Больше всего новых заражений за сутки выявили в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. В Донецкой области зафиксировали 1032 новых случая. В Луганской – 328. В Херсонской – 337. Почти 12,5 миллионов украинцев уже получили одну дозу прививки от коронавируса. Полностью вакцинированы более 9 миллионов человек. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Лешко, половина киевлян уже привиты. И призвал жителей других регионов активнее вакцинироваться. Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли за своей второй дозой, несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации. Также обращаюсь к семейным врачам. Пожалуйста, активнее общайтесь с людьми, с которыми подписали декларации. Напоминайте о необходимости вакцинироваться и о получении второй дозы вакцины в ближайшее время. В Министерстве здравоохранения подчеркивает иммунизация – самый эффективный метод профилактики COVID-19. По данным ведомства, 94% пациентов, которых за последние три месяца госпитализировали с коронавирусной болезнью, не прошли полный курс вакцинации. Медики также призывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Получить ответы на все вопросы, касающиеся иммунизации и COVID-19, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. Тысячу гривен получат все украинцы, которые вакцинируются от COVID-19, независимо от даты прививок и от того, в каком виде есть сертификат в электронном или бумажном, подтвердил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, это в первую очередь масштабная программа поддержки бизнеса, которая действует не прямо, а опосредованно. Деньги получит потребитель, который оплачивает услуги и таким образом поддержит предпринимателей. Мы убиваем двух зайцев одним выстрелом. Мы как бы и людям, которые согласились вакцинироваться, говорим спасибо большое. Вот чем можем мы вам помогаем. Вот тысяча гривен потратить ее на то, что вам среди предложенного списка понадобится. Но главная цель этой программы – это помочь бизнесу, который более всего пострадал от коронавирусных ограничений. А это, как нам кажется, культурная, креативная индустрия, туризм и спорт. Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал получение государственной помощи полностью вакцинированными украинцами через приложение ДИЯ. Программа стартует 19 декабря и до конца года ее профинансируют на 3 миллиарда гривен. И столько же выделят в начале следующего года. Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту французские разведывательные спутники. Успешный запуск состоялся с космодрома Куру на побережье Атлантического океана. Блок двигателя, который используется в установке четвертой ступени ракеты-носителя Вега, разработало конструкторское бюро «Южное». Выпускает его завод «Южмаш». Спутники будут собирать разведывательные сигналы в районах, недоступных для наземных датчиков. Их можно использовать для проведения военных операций. Итоги дня смотрите вечером с Дарьей Вершиленко. Я с вами прощаюсь до завтра и напоминаю о важности вакцинации. Берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok